Мой дедушка-герой, это войска-годом. Песни военных лет, стихи, невыдуманные истории. В Доме культуры сельского поселения Кантышева воспитанники окунают зрителей в прошлое. К тем страшным событиям, когда началась Великая Отечественная война в 41-м, а спустя десятилетия произошла еще одна трагедия для всего ингушского народа. Нападение участников НВФ на сотрудников правоохранительных органов. Зайнап Албакова в ту роковую ночь потеряла сына. Сегодня ее также пригласили на памятное мероприятие. В руках фотография сына, в глазах нескончаемая боль, которую время не лечит. Сын Зайнап Багаудин Албаков в свои 22 года только вышел на службу в ОМОНе. Террористы подло убили его на второй день дежурства. Он только начинал жить и строить карьеру. Сын Зайнап Багаудин Албаков в свои 22 года. И таких историй немало. Даже спустя 19 лет раны по-прежнему дают о себе знать. Васанбек Мережко в правоохранительной системе отработал 8 лет. Ветеран боевых действий вспоминает тот день, как один из самых худших в его жизни. Воспитанники Дома культуры Кантышева, готовясь к мероприятию, перечитали и слышали из первых уст немало таких историй. Самыми трогательными они делятся на камеру. Та самая история, которая меня очень сильно тронула, о Джабрииле Ташхоеве. Он жил в центре Камази. Однажды ночью, когда он собирался спать, он услышал выстрелы. И после этого решил выбежать со своим ружьем. Жена пыталась остановить его, но все-таки он был решителен. У него было два ребенка. Третий также должен был родиться. Он обещал своей жене, что вернется, но все-таки не вернулся. И мать, как только родился их, третий ребенок, дала ему имя его отца, Джабриил. Они защищали покой жителей Ингушетии и навсегда остались верны данной клятве – оберегать и хранить мир в регионе. В результате тех страшных событий погибли около сотни человек, в том числе и мирные. Зелимхан Калоев, Джамалел Султыгов, Новости 24.